Девушки отдыхают Девушки отдыхают Во второй погрузились в технологию производства ракеты и разобрались с ее устройством Первые впечатления, когда своими глазами видишь эту ракету, какая она большая То в этой третьей пришло время понять, каково место Сармата в структуре РВСН Кто будет управлять новым ракетным комплексом? Где эти ракеты будут стоять? Как использоваться? Как охраняться? И, наконец, при чем тут гиперзвуковой авангард? Ответы на эти вопросы прямо сейчас в военной приемке Для того, чтобы своими глазами увидеть перспективные образцы ракетного вооружения Вам необходимо заглянуть в шахту Для того, чтобы увидеть шахту, необходимо попасть на территорию ракетного полка Ракетных войск стратегического назначения А для этого необходимо пройти сложнейшую систему контроля Контрольно-пропускной пункт Проверка документов Следом еще одна проверка в этом особенность РВСН Межконтинентальные баллистические ракеты охраняются очень тщательно Контрольно-следовая полоса, сейсмические датчики, камеры наблюдения Нечто похожее мы видели на особо охраняемых участках государственной границы Но тут все гораздо серьезнее Поэтому даже на территории полка Внутри охраняемого периметра расставлены бронеколпаки Укрепленные пулеметные точки и много еще чего И хотя наш фильм посвящен новым образцам гиперзвукового вооружения Сейчас вы увидите новинку, какую наша программа за 7 с лишним лет существования Не видела нигде, никогда, ни у кого Что это такое? Это один из многочисленных элементов системы охраны ракетного комплекса Это называется стрельбовая установка Таких установок несколько находятся на территории боевой стартовой позиции Данная установка имеет на вооружении пулеметы Которые можно посмотреть вот так, сняв защитный чехол А, это пулеметы, это не гранатометы? Да, это пулеметы Они постоянно заряжены в любое время В данный момент они также заряжены 8 установок по 10 стволов Принцип работы понятен Эта машина может выпустить настоящий шквал огня из стали И не только из пулеметов Гранатометные блоки Которые заряжены ВОК-25 Гранатомет Это стандартный МОК, да? Да, это стандартный выстрел Кто и как управляет этой системой? Этой системой управляет оператор Система эта имеет систему наблюдения То есть здесь видеокамера стоит Вот она, видеокамера На данный момент он нас видит, этот оператор Также здесь находятся инфракрасные средства обнаружения Которые работают в инфракрасном диапазоне И позволяют обнаруживать посторонних в условиях ограниченной видимости в ночное время Всегда заряженный, готовый к ведению огня в любое время дня и ночи Этот блок защищен от дождя, снега, ветра, метели В этом его ценность Вот сейчас оператор по просьбе командира Всю эту систему на ваших глазах закрывает То есть вот она, прямая связь с тем, кто находится где? Находится в караульном помещении Вот как эта установка выглядит глазами офицеров дежурной смены Десяток мониторов, на каждый выводится изображение с камеры наблюдения В том числе расположенных глубоко под землей Но кто скажет, что это не настоящий форт Мы со всех сторон обошли это караульное помещение Ни одной двери, никаких входов Да, это современная цитадель Только оборудована по всем современным технологиям 21 века Все переходы только подземные Все переходы только подземные Перемещение скрытное Никто ничего не видит, не знает Таких караулок на территории части несколько Так соблюдается один из важнейших принципов РВСН Тотальное дублирование Итак, систему охраны периметра покруче, чем на любой границе Вы уже видели Дистанционно управляемое вооружение мы вам показали А что насчет атаки с воздуха? Как говорят в таких случаях, здесь тоже все продумано до мелочей Перед вами один из элементов такой защиты Техника для постановки аэрозольных полей нужна на крайний случай Понятно, что весь этот район накрыт плотным колпаком ПВО И вот она, наконец, кульминационная точка нашей экскурсии Это шахтная пусковая установка ракетного комплекса ИАРС Вопрос, который не могу не задать Много таких у вас установок? Достаточно На данной площадке находится одна пусковая установка Остальные максимально рассредоточены по позиционному району Это принцип? Это принцип ракетных полков отдельного старта А если мы говорим про Сармат и Эвангард Они также будут рассредоточены по принципу отдельного старта? Абсолютно идентично Военная приемка не первый раз на этой площадке Несколько лет назад мы снимали здесь процесс загрузки в пусковую шахту Баллистической ракеты ИАРС Процесс невероятно зрелищный и захватывающий Когда находишься здесь, внизу кажется, что рядом с тобой летает грузовик Ну а если серьезно, это очень сложная работа Важно, чтобы контейнер вошел в шахту абсолютно соосно и с точностью до миллиметров А если учитывать вес и габариты изделия, понимаешь, насколько сложная стоит задача перед ракетчиками То, что вы видите, это не сама ракета, а транспортно-пусковой контейнер Особое произведение инженерного искусства В нем ракету перевозят, в нем ее погружают в шахту Из него она запускается И хотя высота ИАРСа 22,5 метра, масса 45 тонн Эта ракета относится к классу легких баллистических межконтинентальных Другое дело, ракеты тяжелые Кстати, в США отсутствующие как класс Перед вами Сармат Вес свыше 200 тонн Высота 14-этажный дом Впрочем, кадры загрузки ракеты этого нового комплекса мы уже показывали Но чего вы еще не видели Это процесс транспортировки и загрузки другой знаковой новинки Ракеты комплекса Авангард Здесь высота дома уже около 8 этажей Масса в районе 100 тонн Под статьей и шахта Процесс открытия защитного устройства шахт на пусковой установке всегда впечатляет Вот сейчас под давлением 400 атмосфер воздух нагнетался в пневмоцилиндре И они поднимают защитное устройство Подъем займет буквально считанные секунды Кстати, при необходимости подъем защитного устройства может произойти практически мгновенно Масса этого защитного устройства десятки тонн Теперь, когда вес взят, снова следим за Авангардом Вначале транспортно-пусковой контейнер с ракетой внутри перегружают на погрузочную платформу А потом вся эта конструкция повторяет уже знакомый нам трюк с летающим грузовиком Несмотря на габариты самой ракеты, здесь точность за малым ювелирная Несколько сантиметров А точнее 2 сантиметра попадания в центр шахты самой ракеты То есть 2 сантиметра зазор для такой махины 2 сантиметра зазор для такой махины все верно Казалось бы, при таких габаритах это невозможно Но практика до такой степени отработана, что особых трудностей это не создает Ракета опускается настолько медленно, что само движение очень сложно заметить Метры уходят вниз по миллиметрам По пути приходится делать остановки И так на протяжении 6 часов Это сложная и ответственная операция, которая требовала от личного состава максимальной собранности и точности К работам привлекались более 100 человек, а также 50 единиц техники По окончании их работ будут произведены ряд операций, которые необходимы для подготовки ее к несению в боевую дежурство Все происходящее по смыслу похоже на то, как стрелок заряжает патрон С одним отличием Стрелок знает, что выстрела долго ждать не придется А в случае с ракетой выстрел может произойти и завтра, и через 10, 20, 30 лет Скорее всего, вообще никогда Но, несмотря на это, работоспособность устройства должна быть обеспечена в любой момент Поэтому принцип тотального дублирования так важен для РВСН И второе, в отличие от патрона, здесь не может быть осечки Все процессы прописаны в инструкциях Стоит оператор и по инструкции зачитывает Операция 1-3, прикрутить болт Он прикручивает, выполняет операцию 1-3, прикручивает болт и докладывает Операция 1-3 выполнена, болт такой-то прикручен Ну что, первый этап загрузки ракеты Шаг на пусковую установку завершен Несколько дней будут проходить различные технологические операции После чего можно будет уже с уверенностью сказать, что очередная Место-генитальная баллистическая ракета комплекс «Авангард» заступила на боевое дежурство Эти кадры были сняты в октябре 21-го Годом раньше в эфире военной приемки Впервые широкой публике был показан внешний вид этого перспективного гиперзвукового ракетного комплекса И вот теперь наша камера фиксирует «Авангард» уже начал службу в войсках Сейчас один полк в полном составе стоит Второй полк готовится к заступлению на боевое дежурство И это реальность сегодняшнего дня Кстати, с точки зрения воздействия противоракетной обороны на это оружие То здесь даже говорить не о чем с точки зрения ему противодействия Они даже не могут себе представить, как по нему можно сегодня противодействовать Они – это те, кто за океаном Мы будем строить новые ракеты как фактор сдерживания Остается вопрос Зачем в стране два новых ракетных комплекса? Если есть тяжелый «Сармат», для чего нужен более легкий «Авангард»? Давайте разбираться Итак, мы полагаем, что про «Сармат» после двух серий нашей трилогии Зритель военной приемки знает практически все Так что переходим к «Авангарду» Первое и главное «Авангард» – это ракета, летающая со скоростью, превышающей скорость звука Причем многократно Для сравнения скорость гиперзвуковых морских «Сарконов», которым, кстати, военная приемка посвятила два больших выпуска И запуском которых мы наблюдали, находясь в непосредственной близости на борту фрегата «Адмирал флота Советского Союза» «Горшков» Так вот, скорость этих морских «Сарконов» около 9 махов Авиационных кинжалов чуть более 10 Показатель «Сармата» целых 15 Правда, эту скорость ракета набирает на орбите, где ее уже не тормозит атмосфера Но «Авангард» еще быстрее Почти три десятка махов Ни одно оружие на нашей планете не способно попасть по объекту, несущемуся с такой скоростью «Авангард» начинался раньше по разработкам, как ракетный комплекс И в основе его разработки это было создание боевого оснащения в виде планирующего крылатого блока, что и было создано «Сармат» — это носитель с огромным энергетическим потенциалом, который будет нести в том числе и это гиперзвуковое оружие Поэтому у нас есть и одно, и другое И это нам позволяет говорить о том, что мы защищены именно в той степени, которая нам необходима для нашего государства Другими словами, «Сармат» — это тяжелая ракета, способная доставлять максимально возможное число боевых блоков на огромное расстояние с огромной скоростью Более того, благодаря большому запасу топлива, эта ракета может обходить заслоны системы про стороной Авангарду идти в обход не обязательно Он просто прошивает такой забор, словно пуля Итак, это были отличия, а общее между двумя комплексами в том, что оба они стартуют из шахты Мы снова возвращаемся в ракетную часть в Козельске, где специально для военной приемки согласились провести экскурсию Напомню, мы уже видели, как устроена здесь система охраны, наблюдали за погрузкой ракет в шахты, но сами шахты, оказывается, заметно отличаются И «Сармат», и «Авангард» — ракеты шахтного базирования Сейчас мы находимся в одной из таких шахтно-пусковых установок Здесь очень строгие правила секретности Переводить объектив камеры туда вниз, где находится ракета, мы не имеем права Поэтому следим за тем, как открывается защитное устройство шахтно-пусковой установки Телевизионщиков еще никогда не пускали внутрь действующей шахты Так что перед вами еще один эксклюзив военной приемки Только оказавшись в непосредственной близости, понимаешь, какая же она все-таки большая Хочется сказать, крышка? Нет, это сложнейший механизм Защитное устройство, задача которого, как и следует из названия, обеспечить защиту шахты от любого внешнего воздействия Это защитное устройство прикрывает ракету не только от снега и дождя Главная задача — выдержать ядерный удар и не потерять работоспособность Впрочем, кроме таких защитных устройств, у наших ракет есть еще одна степень защиты Это расстояние между шахтами Понятно, что соединения РВСН надежно прикрыты и противовоздушной, и противоракетной обороны Плюс к этому есть еще много другого, о чем говорить мы не можем Но даже если гипотетически представить, что какая-то ракета все-таки долетит до позиционного района То она просто не сможет заблокировать все ракеты разом Чтобы иметь время и возможности противодействовать высокоточному оружию Крылатым ракетам, которые имеют определенное время подлета А задача для ракетных войск стратегического значения — выполнение в ответ на встречном ударе Поэтому и расположены они в глубине, как правило, страны Имеют минимальное время подготовки и пуска Которое при любом раскладе ситуации дает им возможность провести пуск ракет в ответ Поэтому задача именно в этом состоит по распределению, разнесению шахтных пусков строк и невозможности одновременно по нему воздействия В любой ситуации стратегические ракетчики обязаны успеть ответить Но, чтобы произвести пуск, недостаточно просто нажать пресловутую красную кнопку Необходимо безошибочно произвести десятки прописанных инструкциями операций Чтобы узнать о том, как проходит подготовка офицеров РВСН Мы отправляемся в главный специализированный вуз страны Академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Товарищи офицеры, на прошлом занятии мы с вами рассмотрели особенности эксплуатации ракетного комплекса «Авангард» На сегодняшнем занятии рассмотрим порядок организации несения боевого дежурства на ракетном комплексе «Сармат» В этом зале слушатели Академии РВСН из разных регионов страны От Тверской до Иркутской областей Это будущие командиры полков И многим из них предстоит нести боевое дежурство именно на ракетном комплексе «Сармат» Обратите внимание на название зала «Центр игровых форм обучения» И пусть вас не смущает слово «игровых» Для вооруженных сил это традиционная форма обучения Подобные игры, они же «Каши» – командно-штабные игры Мы наблюдали в главном военном вузе страны, в Академии Генерального штаба В случае с РВСН смысл таких занятий состоит в том, чтобы слушатели в процессе обучения Обыгрывали различные сценарии в полках и дивизиях Личному составу воздушная тревога Воздушная тревога, убыть в укрытие, технику разноточить Ну а что касается молодых курсантов, их уровень допуска предсказуемо ниже И первые получаемые знания у этих парней касаются устройства ракет Рассмотрим конструкцию изделия Эта первая ступень обеспечивает тягу более 400 тонн Строение ступеней, принципы работы двигателей, предназначение каждой детали Обо всем этом в Академии РВСН рассказывают не только на примере стоящих на вооружении баллистических ракет Но и перспективных, конкретно эти части корпуса от ракеты Воевода Рядом, скрытый от нашей камеры черной тканью, стоит Сармат Курсанты допуск к нему имеют Во второй серии нашей трилогии мы уже рассказывали, что до появления на свет Сармата Именно Воевода была самой большой и одновременно самой мощной баллистической ракетой страны И не только страны мира Мы говорили, что обе эти ракеты выполнены в одних габаритах Что Сарматы будут загружены в шахты от Воеводы Но все-таки Воевода это комплекс предыдущего поколения Сармат не просто сильно, а очень сильно отличается от предшественника Если мы сравниваем предыдущие поколения с современным поколением То прежде всего следует обратить внимание на то, что в последние годы достигнуты Значительные успехи в развитии систем управления И, конечно, системы управления, которые размещаются на современных ракетах Отличаются существенно То есть быстродействие компьютеров современных от компьютеров Которые были в 70-е, 80-е годы Конечно, отличаются во много-много раз Разбираться в устройстве ракет для офицера РВСН важно Но еще важнее научиться правильно их обслуживать Простой пример – погрузка Здесь все должно происходить четко по инструкциям И чтобы их освоить, первые навыки курсанты получают в режиме виртуальной реальности В эфире военная приемка Перед вами снова ракета «Сармат» Правда, в виде электронной 3D-модели, с которой работают курсанты Академии РВСН В чем суть сегодняшнего занятия? Суть сегодняшнего занятия заключается в том, что курсанты с помощью технологии виртуальной реальности Смогут отработать выполнение сложных технологических операций и тройного контроля Мы уже не раз в этом фильме говорили про тотальное дублирование На деле же все еще серьезнее – контроль тройной То есть, что бы ни сделал один человек, параллельно контролирует еще один, рядом еще один То есть каждое действие контролирует сразу три человека Один человек выполняет, второй контролирует, как выполняется Третий руководит этим занятием, у него соответствующая документация Он делает соответствую по документации И когда в жизни идет погрузка реальной ракеты, все точно так же происходит Так точно Быстрое и главное гарантированно правильное реагирование на возможные угрозы у ракетчиков в крови Такие вещи отрабатываются годами Чтобы вы понимали, о чем идет речь, снова возвращаемся в Козельск и отправляемся на командный пункт Один из тех, где может быть выполнена команда пуск Как и ракета, загруженная в шахту, этот командный пункт должен выдержать любой удар А значит, он находится глубоко от поверхности земли И так мы спускаемся в подземное царство с длинными, очень длинными, настолько длинными переходами Что конец коридора просто теряется где-то вдали И еще одна особенность Несмотря на то, что все дивизии РВСН расположены в глубине страны По факту, они всегда находятся на передовой И поэтому даже в мирное время дежурство здесь боевое и только боевое И от себя могу сказать Такого количества подземных ходов и шлюзовых дверей, как в РВСН, мы не видели нигде Посмотрите на толщину этих дверей Они способны выдержать ядерный удар И это не преувеличение Военная приемка однажды снимала испытания подобных шлюзов в Ленинградской области Дверь закрепляют в толще шурфа, пробитого в скале Рядом мешок взрывчатки мощностью в несколько десятков килограммов тротиловом эквиваленте Такой заряд способен снести многоэтажное здание И вот следует первый взрыв Дальше второй, третий Невооруженным взглядом видно, объем взрывчатки постоянно растет Испытатели даже доходят до цифры 200 килограммов А дверь стоит, держит удар А теперь представьте, что подобных шлюзов под землей Не один, не два, а десятки Такую преграду не сломить Ну вот, наконец, мы дошли до святая святых Командного пункта полка Находится он за этой дверью Обратите внимание, здесь уже гидравлический привод Открываем Не стой в секторе дверей, прошу вас отойти Выходим, как в футболе, за желтую линию И должны немножко разочаровать зрителя Сейчас будет несколько таких шлюзовых камер В которые оператор заходить не имеет права Так что исчезаем в этом пространстве Заходим в лифт Внешне это обычный лифт, только очень компактный Максимально он рассчитан на трех человек Мы едем вдвоем На какую глубину? Около 30 метров 30 метров, это где-то десятиэтажный дом Около того Стальные крепкие стенки Никаких автоматических дверей Все делается вручную Людям, страдающим клаустрофобией Такой лифт противопоказан Вот тут надо объяснить, для чего все эти сложности Мы находимся сейчас внутри лифта Лифт в контейнере Контейнер в шахте Для чего это нужно? В том случае, если, не дай бог, что-то там нехорошее произойдет на поверхности Дождь, снег, ураган Или самое страшное Я думаю, вы понимаете, о чем мы говорим Самое главное, чтобы с людьми, находящимися здесь Ничего не случилось Абсолютно верно Прибыли к месту назначения И вот мы, наконец, достигаем нижнего уровня Внимание, вопрос, уважаемые телезрители Как вы думаете, что там? Снова пульты, шлюзы и охранные системы? Ничего подобного Вот интересно, что прибыли мы сразу в жилую зону То есть, если бы вы оказались в какой-нибудь квартире Вы сначала оказываетесь в прихожей Здесь сразу же и спальня, и кухня И, ну, как в поезде Отсек для бытовых нужд, называется Экскурсию проведите по нему Значит, это отсек для бытовых нужд Основное назначение его Для тех случаев, когда проводятся учения Здесь офицеры могут отдохнуть Вот здесь представлены такого типа места для отдыха Как в поезде Как в поезде Вот здесь представлены постельные принадлежности Приглушенный свет, тишина Для каждого спального места три комплекта постельного белья Согласитесь, прекрасное место для отдыха Ух ты, как красиво все это у вас здесь сделано Умная мебель Да Наверняка, знаете, у подводников есть такое понятие автономка Когда они уходят в автономное плавание И все Вот у вас такие автономки бывают? Бывают автономки Максимально, вот на вашей практике? Более десяти суток Это, конечно, не полугодовые походы на подводном креселе Но тоже серьезный срок Да и к тому же подводник, чтобы размять ноги Может хотя бы взад-вперед походить А тут только вверх и вниз И вместе с ногами придется и руки разминать Кстати, а что насчет перекусить в такой автономке? Питание за печатью находится здесь Это имущество длительного хранения Так скажем, неприкосновенный запас Я так понимаю, у вас здесь еще и запас воды есть Запас воды тоже есть Вот, кстати, тут тоже надо объяснить Я надеюсь, вы понимаете, товарищи телезрители Что мы находимся в цилиндре То есть в такой трубе Да Вот то, что здесь пространство квадратили Это благодаря вот этим всем системам А стенки, вот может быть даже видно Они вокруг дальше идут круглые Да Нужно добавить, что как и ракету Которую то загружают в шахту То вынимают из нее Этот вертикальный бункер недавно обновили Это связано в первую очередь с тем Что комплекс современный И системы управления техническими системами И технологическими оборудованиями данного сооружения Тоже обновлены Соответственно, все это смонтировано уже Непосредственно на заводе-изготовителе В этот контейнер И вот этот бытовой отсек меняли Весь контейнер меняется в сборе Но здесь какие-то изменения произошли? Да, по сравнению с комплексами предыдущего поколения Здесь, несомненно, созданы более эргономичные условия Для проживания личного состава Среди новинок более симпатичный ковер на полу Более функциональный шкаф с посудой И более мощный радиоприемник Включается нехитрым движением Нажатием одной кнопки Надеюсь Прибавляем звук Можно Послушать радио Чем дольше находишься в этом бункере Тем больше возникает параллели с подводной лодкой В конце концов, и там, и там Глухая труба, разделенная на отсеки Из которой только один выход Чем вам не подлодка? Как туда подбирают людей, мы знаем, у вас как проходит отбор? На самом деле, подбор сюда проводится заблаговременно Работают с военнослужащими психологи Которые с помощью тестов определяют военнослужащих Офицеров одного расчета На совместимость между собой Чтобы здесь не было никаких трений Да, далее психолог выдает мне свои рекомендации Ну и в зависимости от того Совпадают офицеры Психологически, либо нет Я уже принимаю решение, кто с кем будет дежурить Более того, перед выходом на смену Каждый из дежурных офицеров Сдает зачет лично командиру полка И это понятно Офицер РВСН это вам не офисный планктон У него на рабочем столе Средство пуска Самого мощного оружия на планете И вот, наконец, главное место командного пункта Боевой пост номер один Название говорит само за себя Здесь, именно здесь находится Боевое знамя полка Здесь кресло командира полка Который никто, кроме него Не имеет права занимать И здесь несет постоянное Круглосуточное дежурство Командир дежурных сил Именно на этих офицерах Держится наш ядерный щит Это здесь офицеры несут службу В ожидании команды пуск Они прекрасно понимают свою роль И не могут не думать об этом Ведь это тот самый случай Когда нажать на кнопку Очень непросто Но если потребуется Надо сделать это, не задумываясь А это точно такой же командный пункт Только не подземный А учебный Мы находимся сейчас В Академии РВСН Где слушатели и курсанты Уже осваивают Сармат Более того, в этом году Академия осуществит свой первый выпуск офицеров Которым предстоит нести службу На этих новых перспективных ракетных комплексах Сегодня расчет отрабатывает стандартный Для подобных учений сценарий Нестандартные скорости в таких ситуациях И это при том, что ошибки недопустимы Расчет, внимание, получим приказ Второй, фиксируйте время получения приказа Есть, время приказа Дублируйте получение приказа до пусковых установок Второй, опроси в состоянии пусковых установок Представить доклад Извлекаю сейфа, карты, документы Второй, подтверждаю полученный приказ Представляю донесение о состоянии пусковых установок Второй, доклад Все полубоеготовы задерживать пуску нет Доклад принял Обратите внимание, принцип дублирования срабатывает и тут И вот аппаратуру приводят в полную боеготовность И переходят к следующему этапу Первое, переключение полёных заданий соответствует Завершено Мы привыкли к тому, что полётные задания бывают у штурмовиков У истребителей, у транспортников Оказывается, и у ракетчиков И вот приходит время вскрытия сейфа Код на вскрытие сейфа 12-345 Выполняйте Сейф с шифрограммой вскрывают И снова кажется, всё, что мы слышим, это переговоры Но уж если не лётчиков, то точно тех, кто управляет транспортным средством А не сидит глубоко под землёй Расчёт пристегнуться ремнями Внимание циркулярно Говорит 773 гамбита Меншиков Личному составу технику рассоточить Представляю доклад командиру дежурных сил ракетной дивизии Воздух командира дежурных сил ракетной дивизии Говорит командир дежурных сил ракетного полка подполковник Меншиков Товарищ полковник, личный состав дежурных сил по сигналу воздушная тревога Воздушная тревога, пристегнутые ремни Понятно почему Офицеры РВСН должны успеть выполнить свою миссию в любой обстановке Расчёт, внимание, пуск! Есть! Второй! Контролируй донесение пусковых операций Контролируй донесение пуск начался Подтверждаю полученный приказ Первый, есть донесение пуск начался Есть донесение пуск состоялся С первой, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой Девятый, десятый пусковых установок Что будет дальше, всё зависит от вашей фантазии, от числа и мощности боеголовок И пусть всё, что мы видим, это не шучение Но даже от гипотетической мощи происходящего дух перехватывает Но для офицеров ракетных поиск стратегического назначения всё это норма Это тоже учение, но проходят они уже не в Академии ракетных войск стратегического назначения А в одной из дивизий РВСН Здесь тоже звучит учебная тревога Дежурная смена также отрабатывает действия по пуску ракет Но на реальной действующей аппаратуре Воздушная тревога, воздушная тревога Личного состава убыть в укрытие Внимание, внимание, жёсткая связь, жёсткая связь Внимание, внимание, жёсткая связь, жёсткая связь Зачем мы показываем это? Затем, чтобы сегодняшний выпуск военной приёмки посмотрели в том числе и телезрители из-за океана, принимающие серьёзные решения Чтобы они своими глазами увидели и поняли, что офицеры РВСН готовы выполнить приказ И что сами ракетные войска стратегического назначения продолжают своё развитие И сейчас находятся на пике формы Военная приёмка не первый раз делает фильм об этих уверенных в себе и, кстати, очень умных парнях Мы рассказывали и о мобильных комплексах РВСН, и о шахтных установках Но нам тогда и в голову не могло прийти, какого уровня новые ракетные комплексы будут взяты на вооружение войск И самое главное, что всё это произойдёт так быстро Когда мы полтора года назад записывали у вас интервью, вы пророчески заявили, что придёт время Ракетные войска стратегического назначения вас ещё удивят в хорошем смысле слова И так оно произошло Мы увидели «Авангард», мы увидели «Сармат» Что дальше? Первая задача — поддерживать ту группировку, в которой мы находимся В том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством Которое сегодня активно проходит в ракетных войсках А я должен отметить, что несмотря ни на что, 95% группировки находятся в постоянной боевой готовности Дальше — это создание новых ракетных комплексов И, соответственно, перевооружение группировки на эти ракетные комплексы И следующая задача — это развитие военно-технического потенциала Который позволяет на перспективу думать наперёд Число «Сарматов» и «Авангардов» будет расти? Оно и сейчас растёт Мы продолжаем перевооружение на комплекс «Авангард» «Сармат» мы подходим к тому, чтобы в этом году уже поставить первый полк на боевое дежурство В Ужурском соединении, а дальше количество их будет только наращиваться Уровень современной вооружённости сегодня ракетных войск стратегического значения По итогам прошлого года — 83% Задача до конца этого года — повысить, с учётом постановки на боевое дежурство новых комплексов, до 86% Вот так цели определены, задачи ясны, осталось только начатое довести до конца И по-прежнему держать руку на пульсе То есть находиться в тонусе, продолжая ежедневные тренировки Решение в будущем, приказ на пуск Есть «Джигуру наш» Решение в будущем Решение в будущем Решение в будущем Пуск Второй Второй Контролируйте прохождение пусковых операций Есть Как выглядит пуск, мы уже знаем Над шахтой откроется крышка И нашим взором откроется незабываемая картина старта Главное, чтобы всей этой техногенной красотой мы могли бы любоваться только на учениях.